МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА В эфире служба новостей Саров-24 в студии Анна Пилипет. Здравствуйте! Смотрите сегодня в выпуске. Гособоронзаказ выполнен на 100%. Валентин Костюков подвел итоги года. Мастерские, кино и экскурсии. Чем занять ребенка в каникулы? Далее расскажем обо всем подробно. 2022 год стал первым годом десятилетия науки и технологии. Наука в ядерном центре всегда лежала в основе всех достижений. Сегодня важные фундаментальные задачи решают в Национальном центре физики и математики. О развитии НЦФМ и других достижениях в уходящем году директор ФИАЦ ВНИЕФ рассказал на итоговой пресс-конференции. Национальный центр физики и математики создали в 2021 году по поручению президента при активном участии ядерного центра. Определена и начала реализовываться научная программа НЦФМ, включающая 10 направлений. В уходящем году прошел второй набор филиал МГУ. Сегодня в нем обучаются около 100 магистрантов по трем направлениям физики и математики. В следующем году состоится первый выпуск специалистов. Большинство из них планируют пойти на работу в ФИАЦ ВНИЕФ. Все студенты закреплены за соответствующими руководителями. От каждого направления есть руководители у студентов. Ну и сегодня порядка 37 из вот этих 47 студентов, 37 уже заявили о своем желании остаться в нашем ядерном центре. В планах к 2025 году набрать 400 студентов и аспирантов, а к 2030 увеличить эту цифру до тысячи. О развитии кадрового потенциала градообразующего предприятия на пресс-конференции по итогам года рассказал директор ФИАЦ ВНИЕФ Валентин Костюков. 913 человек в этом году приняли на работу в ядерный центр. Из них 433 – это специалисты в возрасте до 35 лет. В том числе 250 – молодые специалисты. 40% трудоустроенных окончили в возы ПФО, 38% – с РФТИ. С РФТИ с ее 38-40% объемом поступающих молодых специалистов сюда, в НИЕФ, является нашим очень серьезным партнером в этой части. И мы и дальше будем поддерживать, так сказать, это направление, связанное с развитием филиала НИЕАУ-МИФИ в СОРОИ. По словам Валентина Костюкова, вектор развития РФТИ в НИЕФ остается прежним – обеспечение гарантированного ядерного сдерживания и ответы на вызовы и угрозы других стран. Получили дальнейшее развитие флагманские цифровые продукты госкорпорации «Русатом», разработанные в РФТИ в НИЕФ. В 2022 году пакет программ суперкомпьютерного моделирования и инженерного анализа «Логос» поставлен в 79 организаций. Модуль «Логос-платформа» признан лучшим в области цифрового импортозамещения. На что я хотел бы обратить внимание, что вдобавок и рост научного потенциала, пять докторских диссертаций текущего года – это отличный результат, который дает нам возможность, дает нам возможность достаточно серьезно смотреть в будущее. РФТИ в НИЕФ традиционно становится победителем и призером различных научно-технических конференций, конкурсов и выставок. В выходящем году разработки ядерного центра получили девять золотых, две серебряные и одну бронзовую медали. Рассказал Валентин Костюков и об итогах реализации социальных программ, медицинских, жилищных, поддержки неработающих пенсионеров в санаторно-курортном лечении. Отдельно хотел бы отметить отдых детей, работников в детских лагерях отдыха. За год их отдохнуло почти 2400 человек. И в НИЕФ на сегодняшний день единственная структура в Росатоме, которая имеет и организует отдых детей в трех лагерях, которые расположены в Нижегородской области и в Мордовской республике. Коснулись на встрече с журналистами и вопроса освоения северных территорий. Напомним, к Сарову присоединили порядка 700 гектаров лесного фонда. Город рассматривает эту территорию для жилищного строительства, пояснил глава города Алексей Сафонов. Максимальная вместимость территории – около 25 тысяч жителей. Понятно, что после того, как мы закончим вопросы планировки, дальше будут обсчитаны социальные аспекты, также будут посчитаны необходимые объекты инженерной инфраструктуры, после которого все необходимые программы будут созданы и внесены в адресные инвестиционные планы города. Ну и, соответственно, дальше по вопросам финансирования и освоения мы приступим уже непосредственно к застройке территорий. Завершили встречу обсуждением итогов акции «Елка желаний». Время подводить итоги. В администрации наградили бизнесменов, которые принимали активное участие в жизни города и высокую социальную активность. Кроме того, на встрече представили нового уполномоченного представителя по защите прав предпринимателей. Уходящий год стал для предпринимателей непростым, но в то же время активным и насыщенным на события. Саровчане участвовали во многих мероприятиях и конкурсах, получили грантовые поддержки. Более чем в половину в этом году выросла финансовая поддержка предпринимательства. 49 бизнесменов получили субсидии по разным программам на сумму более 16 миллионов рублей. Все это получилось благодаря слаженной совместной работе администрации города, Центра поддержки предпринимательства и Ассоциации промышленников и предпринимателей Сарова. В этом году впервые введены грамоты начинающим молодым предпринимателям. У нас три молодых предпринимателя в этом году смогли получить финансирование по 500 тысяч рублей. Также продолжают активно участвовать в конкурсах самых разных. Наши социальные предприниматели и на региональном уровне, и в Сарове, в проекте «Путь к успеху». Самых активных предпринимателей года честовали в актовом зале администрации. Многих наградили благодарственными письмами за активную социальную работу. Виталий Зюкин в этом году официально стал уполномоченным представителем поддержки предпринимательства на территории города, а также как руководитель внес вклад в развитие социального предпринимательства. Это, наверное, первые года в моей практике предпринимательской, когда наши с вами руководители городские, они не просто развернулись навстречу к нам лицом, они идут и делают конкретные шаги. Наша с вами задача, как предприниматели, идти навстречу, потому что эта дорога взаимоотношений между властью и бизнесом сообществом, она с двусторонним движением. Это безусловно. Также на торжественной церемонии награждения подвели итоги конкурса «Новогодний рекламный бюджет», где предприниматели рассказали о своем бизнесе с помощью видеоролика. Мероприятие прошло в нестандартном для стен администрации формате. Гости играли в игру «Сток одному», а также послушали живое вокальное исполнение, зарядились положительными эмоциями и предновогодним настроением. После мероприятия предприниматели получили подарки и сделали традиционную общую фотографию. В российских вузах появятся курсы по киберспорту. Такую инициативу поддержали в правительстве. Среди специальностей – менеджмент в сфере киберспорта, игровая журналистика, коммуникации и развитие бизнеса. Курсы войдут в программу вузов к концу 2024 года. Их сделают доступными для студентов технических и гуманитарных специальностей. Другая важная информация в подборке коротких новостей. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Как молодежная столица Нижний Новгород получила возможность реализовать в 2023 году проекты, входящие в экосистему Росмолодежи, методическую экспертную поддержку и авторскую медиа-стратегию для продвижения города. Влажная и пасмурная погода ожидает жителей Нижегородской области в новогоднюю ночь. Согласно данным сервиса «Яндекс.Погода», первые дни рабочей недели в регионе продержится мороз до минус 12 градусов ночью и минус 7-8 градусов днем. Эти цифры продержатся до 30 декабря. 31 декабря утро встретит нижегородцев температурой от нуля до минус 1. Днем возможен легкий снег. В ночь с 31 декабря на 1 января обещают минус 2, минус 1. Не бойтесь, слово «лидер». В ДТТ прошел муниципальный конкурс активистов детских и молодежных общественных объединений «Лидер 21 века». Его особенность заключалась в том, что все задания были экспромтами. Ребятам приходилось изобретать, фантазировать, быстро ориентироваться в ситуации и находить единственное верное решение. Быть готовым к любым испытаниям, взять эмоции под контроль, побороть свое волнение и показать себя жюри и зрительному залу с лучшей стороны. Такие задачи стояли перед участниками муниципального конкурса «Лидер 21 века». Его особенность в том, что все задания были экспромтами. Ребятам приходилось изобретать, фантазировать, быстро ориентироваться в любых ситуациях и находить единственное верное решение. Вообще ребята молодцы, они не боятся, они взаимодействуют с аудиторией, которая не ознакомая. Задание экспромт – это всегда тяжело, потому что нужно сориентироваться в той ситуации, которая здесь сейчас, а это иногда тяжело, тем более детям. И взрослые не все иногда ориентируются, да? А дети здесь могут проявить себя и показать свои лидерские и ораторские навыки достаточно хорошо. Юным лидерам организаторы подготовили четыре непростых, но интересных испытания. Сначала за пять минут участникам конкурса нужно было придумать о себе необычный рассказ, в котором слова могут начинаться только с одной из трех букв, которые достались им по жребию. Следующая задача – убедить незнакомых людей стать единомышленниками и принять участие в определенном мероприятии, патриотическом митинге или мастер-классе. Наш сарок – это именно то место, с которого начинается Россия. Мы должны любить свой город. Именно на тему любви в свой город, товарищи, нам необходимо организовать показательные мероприятия для родителей. Кто готов? Я! Предложите деньги! Встаньте, горько расскажите! Я патриот! Я сарокчанин! Третье задание – придумать игру для сидящих в зале с двумя предметами из волшебного мешка. Завершающий этап – дать три совета молодому активисту, основываясь на личном опыте. В самые сложные моменты полезными помощниками стали друзья и одноклассники, вожатые и советники по воспитанию. Зрительный зал тоже не оставался равнодушным. Сопереживали, старались помочь, радовались, смеялись, подпевали и играли. Очень много людей. Я на самом деле думала, что будет намного меньше людей. Очень крутые организаторы, очень классная подача каких-то заданий. Все очень круто, я могу сказать. Ты тут познаешь себя, ты импровизируешь, ты, по сути, раскрываешь свои как раз-таки лидерские качества. Лидер 21 века, большой опыт, ценная возможность для саровской молодежи проверить свои силы. Художественная галерея представила программу на новогодние каникулы. С 3 по 8 января там пройдут творческие мастерские, познавательные занятия, выставки и экскурсии. Можно будет посмотреть новые анимационные фильмы. Подробности далее. Бессменный атрибут новогоднего праздника – елка. Украшают пушистую красавицу самыми сказочными игрушками. Они бывают разных форм, цветов и размеров. Узнать о них подробнее юные саровчане смогут в художественной галереи в дни новогодних каникул. 3 января в 10 утра там проведут занятия по истории новогодней игрушки. На протяжении всей недели каникул в 10 часов школьников ждут познавательные занятия. Конечно, мы совершим путешествие по знаменитым музеям мира. И узнаем, как справляют Новый год в разных странах, какие есть традиции. Кто что выбрасывает, кто что бросает, а кто что наоборот приобретает. Какие традиции есть у нас. Так что побываем и у себя, и в гостях. С понедельника по пятницу и в воскресенье в 12 часов ребят ждут на творческие мастерские. Киноканикулам в программе галереи уделили особое место. С 11 часов здесь будут показывать новый мульт в кино выпуск 151 для самых маленьких. Без возрастных ограничений. А в 13 часов 3, 6 и 8 января покажут три анимационных фильма. «Новогодний переполох», «Мия и я», «Большое путешествие», «Специальная доставка» для детей старше 6 лет. А вот 4 и 5 числа – это у нас особые дни. Потому что впервые, во-первых, мы два раза показываем «Щелкунчик» и «Мышиный король». Балет из Цюриха, из Швейцарии, совершенно необычный, не похожий на наш классический балет Большого театра, который мы смотрели два года подряд, как раз в канун Рождества. Также в период каникул саровчанам будут доступны выставки. Праздничная неделя – последняя возможность познакомиться с экспозицией народных костюмов и произведениями саровских художников. Без возрастных ограничений. Записаться на мероприятие и узнать дополнительную информацию о программе можно по телефону 702-87 и 702-94. И это все, о чем мы успели рассказать вам сегодня. Следите за новостями города в группах канала 16, в социальных сетях ВКонтакте и Одноклассники. Там же вы найдете все информационные выпуски, авторские программы. В студии работала Анна Пилипец. Всего вам доброго и хороших вам новостей.